Урок 1. Сравнение цен Привет, Анна. У тебя есть советы по сравнению цен. Привет, Джон. При сравнении цен важно учитывать качество и характеристики продуктов. Верно, значит, дело не только в поиске самой низкой цены. Именно так. Иногда более дорогой товар может предложить более выгодное соотношение цены и качества с точки зрения долговечности или производительности. В этом есть смысл. Итак, как мы можем эффективно сравнивать цены? Неплохая идея. Перед покупкой мне следует сравнить цены в интернете. Определенно. Еще один совет. Читайте отзывы и рейтинги покупателей, чтобы получить представление о качестве и надежности продукта. Ах, понятно. Отзывы могут помочь в принятии обоснованного решения. Совершенно верно. Кроме того, вы также можете сравнить цены, посетив обычные магазины и лично ознакомившись с товарами. Таким образом, я смогу увидеть реальный продукт, прежде чем сделать выбор. Точно. И не забудьте учесть любые дополнительные расходы, такие как стоимость доставки или гарантии. Верно. Эти затраты могут возрасти. Их важно учитывать. Совершенно верно. Учитывая все эти факторы, вы сможете принять взвешенное решение при сравнении цен. Спасибо за советы. Я учту их в следующий раз, когда пойду за покупками. Урок 2. Изучение природы. Привет, Анна. Разве прекрасная природа не идеально подходит для активного отдыха? Чем мы можем заняться? Привет, Джон. Безусловно, природа предлагает прекрасный фон для различных мероприятий. Один из вариантов – пеший туризм. Пеший туризм звучит великолепно. Мы можем исследовать живописные тропы и наслаждаться свежим воздухом. Определенно. Еще одно занятие – наблюдение за птицами. Вы можете наблюдать за разными видами птиц в их естественной среде обитания. Звучит увлекательно. Мне всегда было интересно наблюдать за птицами. Это мирное и познавательное мероприятие. Вы можете узнать о различных криках и поведении птиц. Обязательно попробую. Чем еще можно заняться на природе? Кемпинг. Еще один популярный вариант. Вы можете поставить палатку, развести костер и переночевать под звездами. Похоже, это незабываемый опыт. Мне нравится идея быть ближе к природе. Это отличный способ отключиться от шума и суеты повседневной жизни и расслабиться. Я согласен. Природа оказывает успокаивающее воздействие на разум и тело. Совершенно верно. Еще одно занятие, которое вам может понравиться, это фотография. Вы можете запечатлеть потрясающие пейзажи и дикую природу. Фотография звучит интересно. Я могу документировать свои приключения и делиться ими с другими. Это творческий путь и способ сохранить воспоминания. Природа предоставляет безграничные возможности для фотографирования. Мне не терпится познакомиться с этими занятиями. Природа действительно предлагает множество возможностей. В самом деле. Так что приготовьтесь погрузиться в красоту мира природы. Не могу дождаться. Давайте максимально воспользуемся тем, что может предложить природа. Совершенно верно. Приятного времяпрепровождения на природе и незабываемых впечатлений. Спасибо. Я ценю ваши предложения. Я обязательно буду дорожить каждым моментом. Урок 3. Перекрестное продвижение. Привет, Анна. Вы когда-нибудь рассматривали возможность перекрестного продвижения между взаимодополняющими компаниями? Отличная идея. Привет, Джон. Безусловно, перекрестное продвижение может стать мощной стратегией расширения охвата клиентов. Что вы думаете? Я думаю, что для компании это разумный способ сотрудничать и получать взаимную выгоду. Это создает взаимовыгодную ситуацию. Определенно. Сотрудничая с другой компанией, которая дополняет ваши продукты или услуги, вы можете использовать их клиентскую базу. Это правда. Это позволяет обоим компаниям охватить более широкую аудиторию и завоевать известность. Кроме того, перекрестное продвижение может повысить узнаваемость и авторитет бренда. Клиенты с большей вероятностью будут доверять рекомендациям уже знакомых им компаний. Совершенно верно. Это помогает укрепить доверие и установить позитивную связь между двумя предприятиями. Именно так. Один из способов перекрестного продвижения – совместные маркетинговые компании. Вы можете совместно публиковать публикации в социальных сетях, рассылки по электронной почте или даже проводить совместные мероприятия. Это отличный способ максимизировать эффект. Это вызывает ажиотаж и ажиотаж среди клиентов. Другой вариант. Предлагать эксклюзивные скидки или вознаграждение клиентам, совершающим покупки в обеих компаниях. Это отличный способ мотивировать клиентов и побудить их изучить несколько предложений. Определенно. Путем перекрестного продвижения вы также можете использовать опыт и ресурсы друг друга. Совершенно верно. Это возможность учиться друг у друга и делиться знаниями. Я вижу, как перекрестное продвижение может быть выгодно компаниям любого размера. Мне не терпится изучить возможности перекрестного продвижения по службе в своем бизнесе. Кажется, это разумный шаг. Я считаю, что это станет ценным дополнением к вашей маркетинговой стратегии. Удачи! Спасибо! Я ценю вашу поддержку и понимание за успешное перекрестное продвижение. Ура! Пусть ваш бизнес процветает благодаря совместным усилиям. Я за это выпью. Еще раз спасибо за прекрасную дискуссию. Привет, Анна. Ты когда-нибудь пробовала занятия кардиотренировками? Кажется, они отличный способ оставаться в форме. Привет, Джон. Безусловно, занятия кардиотренировками могут быть увлекательным и эффективным способом улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы. Что вы думаете? Мне интересно попробовать их. Как долго обычно длятся занятия? Кардиотренировки обычно длятся около часа. Это хорошая продолжительность для полноценной тренировки. Звучит вполне управляемо. Вы рекомендуете какой-то конкретный вид кардиотренировок? Это зависит от ваших предпочтений и уровня физической подготовки. Варианты включают танцевальные занятия, кикбоксинг, езду на велосипеде или высокоинтенсивные интервальные тренировки. Все это звучит захватывающе. Мне бы очень хотелось попробовать уроки танцев и кикбоксинг. Танцевальные занятия отлично подходят для улучшения координации и сжигания калорий во время веселого времяпрепровождения. Кикбоксинг – это высокоэнергетическая тренировка, в которой также используются методы самообороны. Я заинтригована. Подходит ли кардиотренировки для всех уровней физической подготовки? Совершенно верно. Большинство кардиотренировок предлагают модификации или вариации для разных уровней физической подготовки. Новички могут начинать в своем собственном темпе и постепенно увеличивать интенсивность. Это обнадеживает. Я рад, что есть варианты для всех, независимо от уровня физической подготовки. Определенно. Важно прислушиваться к своему телу и выбирать класс, соответствующий вашему текущему уровню физической подготовки и целям. Можно ли посещать кардиотренировки, даже если вы не посещаете тренажерный зал? Да, многие фитнес-студии или общественные центры предлагают возможность записаться на занятия кардиотренировками. Вы также можете найти онлайн-платформы, предлагающие виртуальные кардиотренировки. Это удобно. Я могу рассмотреть разные варианты без долгосрочного абонемента в тренажерный зал. Именно так. Это дает вам гибкость и позволяет попробовать себя в разных классах и инструкторах. Я очень рада попробовать занятия кардиотренировками. Кажется, это интересный способ привести себя в форму. Думаю, вам понравится. Кардиотренировки могут стать отличным способом повысить уровень энергии и общую физическую форму. Спасибо за поддержку. Я постараюсь сделать все возможное. Урок 5. Рукописные письма Привет, Анна. Ты когда-нибудь писала рукописное письмо? Это показывает, сколько усилий и мыслей вы вложили в него. Привет, Джон. Безусловно, написание рукописного письма – это особый способ общения. Что вы думаете? Я согласен. Это отличный перерыв в наборе текста и отправке быстрых сообщений. Это добавляет индивидуальности. Определенно. Письма, написанные от руки, могут стать памятными сувенирами и вызвать чувство ностальгии. Это правда. Это более продуманный и содержательный способ выразить свои мысли и эмоции. Именно так. Кроме того, получение рукописного письма может украсить чей-то день и заставить его почувствовать себя особенным. Думаю, это отличная идея для таких случаев, как дни рождения, юбилей или просто для выражения признательности. Совершенно верно. Это показывает получателю, что вы нашли время сесть и написать искреннее сообщение. Можете ли вы поделиться советами по написанию хорошего рукописного письма? Конечно. Начните с теплого приветствия и обращайтесь к получателю по имени. Затем искренне поделитесь своими мыслями и чувствами. Звучит достаточно просто. Должен ли я писать скорописью или печатными буквами? Решать вам. Используйте тот стиль письма, который вам удобен и отражает вашу индивидуальность. Я учту это. Есть ли рекомендуемая длина рукописного письма? Нет четкого правила, но постарайтесь высказать свои мысли в нескольких абзацах, не делая их слишком длинными. Понял. Я постараюсь, чтобы мое письмо было кратким, но содержательным. Это хороший подход. Кроме того, попробуйте добавить небольшие штрихи, такие как рисунки или прессованные цветы, для придания индивидуальности. Это креативная идея. Это добавляет письму дополнительный элемент неожиданности и красоты. Определенно. Именно эти мелкие детали делают рукописное письмо незабываемым. Мне не терпится написать свое первое рукописное письмо. Думаю, это будет особенный подарок для получателя. Думаю, они по достоинству оценят усилия и вдумчивость. Это искренний жест. Спасибо за рекомендации. Я ценю ваши идеи и поддержку. Урок 6. Бронирование гостиничного номера. Привет, Анна. Вы когда-нибудь бронировали номер в отеле для поездки? Это может быть настоящий опыт. Привет, Джон. Безусловно, бронирование гостиничного номера является неотъемлемой частью планирования поездки. Что вы думаете? Я согласен. Важно найти комфортное и удобное место для проживания. Определенно. Сколько вы обычно рассчитываете заплатить за номер в отеле? Это зависит от местоположения и удобств отеля. Цены могут сильно различаться. Это правда. При выборе отеля важно учитывать свой бюджет. Однажды я остановился в бюджетном отеле на ночь, и цена за одноместный номер составляла 150 долларов. Звучит разумно. Бюджетные отели могут предложить путешественникам доступные варианты. В самом деле. Это был простой номер, но он служил своему назначению на короткое время. Иногда все, что вам нужно, это чистое и удобное место для сна, особенно если вы большую часть времени путешествуете по окрестностям. Именно так. Однако для дальних поездок или особых случаев, я бы подумал забронировать отель более высокого класса. Отели более высокого класса часто предоставляют более роскошные удобства и услуги, но они могут быть дороже. Это правда. Все дело в том, чтобы найти правильный баланс между комфортом и бюджетом. Совершенно верно. Есть ли у вас какие-либо советы по поиску выгодных предложений по отелям? Один совет. Сравнивайте цены на разных сайтах бронирования, чтобы получить лучшие предложения. Также полезно почитать отзывы других путешественников. Это разумный подход. Отзывы дают представление о качестве отеля и впечатлениях клиентов. Еще один совет. Рассмотрите возможность бронирования непосредственно через веб-сайт отеля. Иногда они предлагают эксклюзивные предложения или льготы. Это хорошее замечание. Прямое бронирование также позволяет более гибко подходить к отмене или изменению бронирования. Да, гибкость важна, особенно если ваши планы путешествий могут измениться. Определенно. Перед бронированием всегда полезно ознакомиться с правилами отмены бронирования в отеле. Я учту это в своей следующей поездке. Спасибо за совет. Добро пожаловать. Я рада, что смогла помочь. Надеюсь, вы найдете идеальный отель для своей поездки. Спасибо. Я проведу исследование и приму решение, исходя из моих предпочтений и бюджета. Похоже на план. Приятного путешествия и приятного отдыха. Я так и сделаю. Берегите себя и до следующего раза. Привет, Анна. Вы когда-нибудь сравнивали цены на авиабилеты и проживание при планировании поездки? Это может сэкономить вам немного денег. Привет, Джон. Безусловно, сравнение цен – это разумный способ получить лучшие предложения. Что вы думаете? Я согласен. Важно найти доступные варианты без ущерба для качества. Определенно. Какие веб-сайты или платформы вы используете для сравнения цен? Я обычно использую туристические поисковые системы, такие как Кайк или Скайскенр, для сравнения цен на авиабилеты. Они предоставляют множество вариантов. Это хороший подход. Эти платформы позволяют легко найти лучшие предложения от разных авиакомпаний. Именно так. А что касается жилья, я часто проверяю сайты бронирования, такие как Booking.com или Airbnb, на предмет выгодных цен. Это популярные варианты. Перед принятием решения полезно прочитать отзывы и сравнить удобство. Совершенно верно. Отзывы дают вам представление об опыте других путешественников и помогут сделать осознанный выбор. Мне интересно, как цены могут меняться в зависимости от времени года или даже дня недели. Да, по возможности важно гибко выбирать даты поездки. В непиковые сезоны цены часто снижаются. Это правда. Заблаговременное планирование и предварительное бронирование также могут помочь получить более выгодные предложения. Я также заметил, что некоторые авиакомпании предлагают пакетные предложения, включающие как перелет, так и проживание. Это может быть удобно. Пакетные предложения могут стать отличным вариантом, особенно если вы предпочитаете беспроблемное бронирование. Определенно. Это экономит время и силы, а иногда даже можно получить дополнительные скидки. Вы когда-нибудь использовали программы поощрений за путешествия или баллы лояльности для получения более выгодных цен? Да, я участвую в программах лояльности нескольких авиакомпаний. Накопление баллов может привести к скидкам или даже бесплатным перелетам. Это просто фантастика. Это отличный способ максимально эффективно использовать транспортные расходы. Совершенно верно. Важно изучить все доступные варианты и выбрать те, которые лучше всего соответствуют вашему бюджету и предпочтениям. Не могу не согласиться с этим. Планирование путешествий – это поиск баланса между доступностью и качеством. В самом деле. Сравнивая цены и проводя некоторые исследования, вы сможете максимально использовать свой туристический бюджет. Определенно. Приятно открывать для себя новые места и получать незабываемые впечатления без больших затрат. Спасибо, что поделились своими мыслями. Я ценю ваши советы и рекомендации. Добро пожаловать. Я с радостью помогу. Прекрасно проведите время, планируя следующую поездку. Спасибо. Я обязательно воспользуюсь этими стратегиями для успешного плана путешествия. Урок 8. Изучение различных напитков. Привет, Анна. Вы когда-нибудь пробовали разные виды фруктовых соков? Мне интересно, какой твой любимый? Привет, Джон. Безусловно, мне нравится изучать разные вкусы. А как же ты? Я фанат апельсинового сока. Он освежает и имеет острый вкус, который мне нравится. Отлично. Апельсиновый сок – классический выбор. Вы когда-нибудь пробовали свежевыжатый апельсиновый сок? Да, у меня есть. Это определенно другой опыт по сравнению с пакетированным апельсиновым соком. Свежесть имеет заметное значение. Я согласен. Свежевыжатый сок имеет более яркий вкус и богат питательными веществами. Совершенно верно. Это отличный способ начать день или повысить уровень энергии. Верно. Мне также нравятся другие фруктовые соки, такие как ананас, яблоко и грибфрут. Каждый из них имеет свой неповторимый вкус. Ананасовый сок очень вкусный, особенно если он немного острый. Это как тропическое лакомство в бокале. Не могу не согласиться с этим. Ананасовый сок обладает натуральной сладостью, благодаря которой он отлично утоляет жажду. Яблочный сок – еще один мой фаворит. Он хрустящий и приятный на вкус. Яблочный сок – классический выбор, который хорошо сочетается со многими блюдами. Это также популярный вариант для детей. Определенно. Это напиток, подходящий для детей, которым могут наслаждаться люди всех возрастов. Вы когда-нибудь пробовали смешивать разные фруктовые соки, чтобы создать свою собственную смесь? Да, я экспериментировала с такими сочетаниями, как апельсин и ананас или яблоко и грибфрут. Создавать уникальные ароматы может быть интересно. Звучит авантюрно. Смешивание соков может придать изюминку и расширить спектр вкусов, которыми вы можете наслаждаться. Совершенно верно. Все дело в изучении и поиске комбинаций, отвечающих вашим вкусовым рецепторам. Помимо фруктовых соков, пробовали ли вы другие напитки, популярные в разных культурах? Да, я пробовал кокосовую воду, которая освежает и увлажняет. Это популярный выбор в тропических регионах. Кокосовая вода действительно популярна, особенно в жарком климате. Она известна своими увлажняющими свойствами. Я также попробовал клюквенный сок с терпким вкусом. Его часто используют в качестве миксера для приготовления коктейлей. Клюквенный сок универсален, а его острый вкус придает неповторимую изюминку различным напиткам. Изучение различных напитков может стать интересным способом познакомиться с разными культурами и их кулинарными традициями. Совершенно верно. Интересно, как напитки могут отражать местные вкусы и предпочтения конкретного региона. Спасибо, что поделились своими мыслями. Я узнала несколько новых идей, как попробовать разные фруктовые соки. Урок 9. Повышение уровня энергии. Привет, Анна. Как сделать так, чтобы у тебя было достаточно энергии в течение дня? Какие-нибудь советы? Привет, Джон. Безусловно, наличие достаточного количества энергии крайне важно для поддержания продуктивной работы. Какие стратегии вы используете? Я считаю, что начало дня с питательного завтрака помогает мне оставаться энергичным. А как же ты? Я согласен. Сбалансированный завтрак с белками, цельными зернами и фруктами дает мне хороший заряд энергии. Отличный подход. Для поддержания уровня энергии важно снабжать организм необходимыми питательными веществами. Определенно. Перекусы здоровыми блюдами в течение дня также помогают мне сохранять энергию. Я делаю то же самое. Орехи, фрукты и елгурт – мои любимые закуски, когда мне нужно быстро забрать себя. Это отличный выбор. Они обеспечивают хороший баланс питательных веществ, и их легко взять с собой в дорогу. Гидротация также играет ключевую роль в поддержании уровня энергии. Питье достаточного количества воды помогает мне оставаться в тонусе. Совершенно верно. Обезвоживание может вызвать усталость, поэтому важно избегать обезвоживания в течение дня. Я слышала, что регулярные физические упражнения также могут повысить уровень энергии. Включаете ли вы физическую активность в свой распорядок дня? Да, верю. Упражнения помогают улучшить кровообращение и высвобождают эндорфины, которые повышают энергию и настроение. Это просто фантастика. Это отличный способ зарядиться энергией как физически, так и морально. Достаточное количество сна – еще один важный фактор. Хороший ночной отдых помогает восстановить силы на следующий день. Не могу не согласиться с этим. Недосыпание может вызвать у нас чувство истощения и вялости. Также полезно контролировать уровень стресса. Высокий уровень стресса может истощить нашу энергию. Совершенно верно. Использование техник расслабления и расслабления, таких как медитация или хобби, может помочь сохранить уровень энергии. Я считаю, что короткие перерывы в течение дня, чтобы растянуться или прогуляться, также могут восстановить мою энергию. Отличная идея. Отвлечься от работы на некоторое время поможет очистить сознание и повысить производительность. Я также заметила, что позитивный настрой и сосредоточенность на том, что нам нравится, могут способствовать повышению уровня энергии. Это правда. Занятия, которые приносят нам радость и удовлетворение, могут стать естественным зарядом энергии. Согласовано. Давайте поставим во главу угла заботу о себе и создадим сбалансированный образ жизни, удовлетворяющий наши потребности в энергии. Совершенно верно. Забота о себе необходима для поддержания оптимального уровня энергии и общего самочувствия. Спасибо, что поделились своими мыслями. Я ценю ваши советы по повышению энергии. Добро пожаловать. Я рада, что смогла внести свой вклад. Давайте сохраним высокий уровень энергии и добьемся успеха. Урок 10. Побалуйте себя шоколадными конфетами. Привет, Анна. Я обожаю шоколад. Я не могу перед ними устоять. Может, возьмем несколько штук для поездки. Привет, Джон. В этом я с тобой согласен. Перед шоколадными конфетами трудно устоять. Они делают любое путешествие еще более приятным. Совершенно верно. Это идеальное сладкое лакомство, которым можно побаловать себя. Какой у тебя любимый сорт шоколада? Больше всего мне нравится темный шоколад. Его насыщенный вкус и слегка горьковатый вкус невероятно приятны. Темный шоколад. Популярный выбор. Он также известен своей пользой для здоровья благодаря высокому содержанию какао. Это правда. Темный шоколад содержит антиоксиданты и помогает улучшить настроение и снять стресс. Мне нравится гладкость молочного шоколада. У него кремовая текстура, которая тает во рту. Молочный шоколад – классический выбор. Его сладость и гладкость делают его привлекательным для публики. Вы когда-нибудь пробовали белый шоколад? Это уникальный сорт шоколада, изготовленный из какао-масла. Да, у меня есть. Белый шоколад имеет более мягкий и сладкий вкус по сравнению с темным и молочным шоколадом. Интересно, что разные виды шоколада предлагают разные вкусы и впечатления. Совершенно верно. Это все равно, что открывать для себя мир вкусов и текстур каждого сорта шоколада. У вас есть любимые бренды или вкусы шоколада? Мне нравится пробовать шоколадные конфеты разных брендов и вкусов. Всегда интересно открывать для себя что-то новое. Я согласен. Приятно попробовать шоколадные конфеты с уникальными начинками, такими как орехи, карамель или фрукты. Орехи в шоколаде – личный фаворит. Сочетание хруста и сладости просто неотразимо. Звучит очень вкусно. Я фанат конфет с карамельной начинкой. Клейкая карамель создает восхитительный контраст. Также восхитительны шоколадные конфеты с фруктовыми начинками, такими как малина или апельсин. Фруктовый аромат дополняет шоколад. Я заметила, что шоколадные конфеты часто дарят или используют для празднования особых случаев. Это правда. Шоколадные конфеты могут сделать любой момент более незабываемым и приятным. Они также популярны для приготовления десертов и выпечки. Шоколадные торты и печенье всегда в моде. Перед шоколадными десертами трудно устоять. Они удовлетворяют наших сладкоежек и доставляют радость нашим вкусовым рецепторам. Спасибо, что поделились своими шоколадными предпочтениями. Я с нетерпением жду возможности побаловать себя вкусными угощениями. Добро пожаловать. Я тоже в восторге. Давайте насладимся путешествием с шоколадными конфетами, которые доставляют нам радость. Абсолютно. Отправляемся в путешествие, наполненное сладкими моментами и шоколадным блаженством. Давайте отправимся в путь. Урок 11. Сила позитивного мировоззрения. Привет, Анна. Я заметила, что ты всегда настроен позитивно. Должно быть, это помогло тебе в долгосрочной перспективе. Привет. Спасибо за доброе слово. Да, сохранение позитивного мышления существенно изменило мою жизнь. Приятно это слышать. Как развить позитивный настрой в условиях трудностей? Одна практика, которая помогает мне сосредоточиться на благодарности. Это меняет мою точку зрения и помогает мне ценить хорошие. Благодарность действительно сильна. Она напоминает нам о положительных моментах нашей жизни даже в трудные времена. Совершенно верно. Важно найти золотую подкладку и извлекать уроки из сложных ситуаций. Я также заметил, что вы стойко подходите к неудачам. Как оправиться от них? Устойчивость – это ключ к успеху. Я стараюсь рассматривать неудачи как возможности для роста и обучения, а не как неудачи. Это отличный образ мышления. Рассматривая неудачи как ступеньки, мы можем двигаться вперед и преодолевать препятствия. Другая стратегия – окружить себя позитивными и поддерживающими меня людьми. Их поддержка вселяет в меня оптимизм. Очень важно иметь надежную систему поддержки. Положительное влияние может поднять нам настроение и стать ценным руководством. Я также сознательно стараюсь сосредоточиться на решениях, а не на проблемах. Это помогает мне сохранять инициативу. Это действительно упреждающий подход. Сосредоточение нашей энергии на поиск решений дает нам возможность действовать. Совершенно верно. Небольшие шаги вперед, даже в сложных ситуациях, мотивируют меня и вселяют в меня оптимизм. Я восхищаюсь твоей способностью находить добро в любой ситуации. Это должно способствовать вашему общему счастью. Безусловно, это так. Развитие позитивного настроя улучшило мое общее самочувствие и привнесло в мою жизнь больше радости. Думаю. Это также помогает повысить устойчивость и поддерживать здоровый образ мышления в трудные времена. Определенно. Позитивное мировоззрение придает сил в трудные моменты и помогает нам справиться с ними. Вдохновляет то, как позитивное мышление повлияло на ваше путешествие. Есть ли у вас другие советы, которыми вы могли бы поделиться? Еще одна вещь, которую я хотел бы отметить, это уход за собой. Забота о себе физически и эмоционально очень важна. Забота о себе играет важную роль в нашем благополучии. Это позволяет нам зарядиться энергией и сохранять позитивный настрой. Совершенно верно. Уделение приоритетного внимания уходу за собой гарантирует, что у нас хватит энергии и эмоциональной устойчивости к трудностям. Спасибо, что поделились своими мыслями. Ваш позитивный взгляд действительно вдохновляет. Урок 12. Семейные встречи и связи. Привет, Анна. Что ты думаешь о том, чтобы посетить это семейное собрание в следующем месяце? Привет. Я считаю, что семейные встречи – это прекрасная возможность для общения и создания незабываемых воспоминаний. Рассчитывайте на меня. Приятно это слышать. Семейные встречи позволяют нам укреплять связи и отдавать дань уважения нашему общему наследию. Совершенно верно. Это возможность встретиться с родственниками, вспомнить прошлое и создать новые воспоминания вместе. Я согласен. Есть что-то особенное в том, чтобы проводить время с семьей и чувствовать себя частью семьи. Семейные встречи также дают возможность поучиться у наших старейшин и услышать их истории. Вы правы. Наши пожилые члены семьи могут поделиться богатой мудростью и опытом. Очень интересно узнать историю нашей семьи и понять наши корни. Это дает нам чувство идентичности. Мне очень приятно видеть, как разные поколения объединяются и создают ощущение единства. Семейные посиделки часто включают вкусную еду и традиционные рецепты. Это праздник для вкусовых рецепторов. Еда, безусловно, играет центральную роль в семейных встречах. Она объединяет всех и усиливает праздничную атмосферу. Это возможность насладиться традиционными блюдами и узнать секреты семейных рецептов. Я всегда с нетерпением жду смеха и радости, которые наполняют воздух во время этих собраний. Это заразительно. Смех и радость действительно создают теплую и гостеприимную атмосферу. Пришло время радостей и радости. Семейные встречи также дают возможность восстановить связь с родственниками, которых мы, возможно, не часто видим. Это правда. Это шанс укрепить отношения и наладить новые связи в нашей большой семье. Я считаю, что посещение семейных собраний помогает мне еще больше оценить важность семейных уз. Совершенно верно. Это напоминает нам о любви, поддержке и чувстве принадлежности, которые дает семья. Прекрасное чувство. Не правда ли? Быть в окружении близких и разделять радости единения. Это действительно так. Семейные встречи создают незабываемые воспоминания и укрепляют ценность семьи в нашей жизни. Спасибо, что поделились своими мыслями. Я с нетерпением жду предстоящего семейного собрания. Урок 13. Новый облик. Привет, Анна. Ты когда-нибудь думала попробовать новую прическу? Может быть, интересно что-то изменить? Привет. Безусловно, новая прическа может стать отличным способом освежить ваш образ и повысить уверенность в себе. Я согласен. Новая прическа поможет нам почувствовать себя совершенно новым человеком и раскрыть разные аспекты нашей личности. Это как мини-макияж. Новый образ может дать нам новый взгляд на вещи и придать новый импульс самовыражению. Попробовав что-то новое с прической, мы сможем развить чувство стиля и поэкспериментировать с разными образами. Именно так. Это возможность выйти из зоны комфорта и открыть себя с новой стороны. Кроме того, это интересный способ выразить свой творческий потенциал и показать миру свою индивидуальность. Попробование новой прически также может повысить уверенность в себе. Когда мы довольны своей внешностью, она сияет насквозь. Это правда. Это может повысить нашу самооценку и заставить нас чувствовать себя более комфортно и гордиться собой. Удивительно, как простая смена прически может так сильно повлиять на наш общий внешний вид и самочувствие. Совершенно верно. И самое приятное то, что если новая прическа нам не понравится, мы всегда можем сменить ее или попробовать что-то другое. В этом прелесть волос. Они универсальны, и мы можем экспериментировать, пока не найдем то, что подходит нам лучше всего. Попробование новых вещей, таких как новая прическа, делает жизнь интересной и помогает нам расти как личности. Все дело в том, чтобы принять изменения и быть открытыми для новых впечатлений. В этом и заключается самое интересное. И даже если новая прическа окажется не совсем такой, как ожидалось, это возможность научиться и адаптироваться. Это позитивный прогноз. Должно быть, это помогло вам в долгосрочной перспективе. Совершенно верно. Умение принимать неожиданности и находить красоту в любой ситуации – это ценное мышление, которое нужно развивать. Я восхищаюсь твоим позитивным настроем. Это вдохновляет и служит напоминанием о том, что нужно извлечь максимум пользы из каждого опыта. Спасибо. Я верю, что новые вещи, такие как новая прическа, могут принести нам радость и помочь нам открыть для себя новые стороны. Урок 14. Часы работы магазина. Привет. Анна. Вы знаете часы работы этого нового магазина в городе? Привет. Да, он открыт с 9 часов до 17 часов с понедельника по субботу. Довольно удобно, не правда ли? Отлично. В такое время у нас достаточно времени для посещения после работы или в выходные дни. Совершенно верно. Приятно иметь гибкий график, чтобы исследовать новые места и делать покупки в удобное для нас время. Я согласен. Знание часов работы магазина помогает нам планировать посещение и максимально использовать время. Это также полезная информация, которую следует иметь при рекомендации магазина друзьям или родственникам. Определенно. Если вы поделитесь точной информацией о часах работы, вы сможете приехать сюда без каких-либо неудобств. Кроме того, для магазина выгодно иметь постоянный график работы, поскольку это укрепляет доверие и повышает удовлетворенность клиентов. Совершенно верно. Постоянство в часах работы помогает создать надежную репутацию и способствует положительному опыту клиентов. Для компаний важно учитывать потребности своих клиентов и обеспечивать беспрепятственный процесс совершения покупок. Знание часов работы магазина также помогает нам избежать разочарования, если мы приедем в закрытый магазин. Это правда. Это экономит нам время и позволяет эффективно планировать свой день без непредвиденных неудач. Кроме того, понимание часов работы магазина позволяет нам планировать свои дела и расставлять приоритеты. Все дела в эффективном управлении временем и максимальном использовании имеющихся у нас часов. Совершенно верно. Время, ценный ресурс и знание часов работы помогает нам принимать разумные решения. Это также полезно для тех, кто работает нерегулярно или имеет плотный график. Они могут соответствующим образом планировать свои визиты. Отличное замечание. Часы работы магазина рассчитаны на разные стили жизни и удовлетворяют разные потребности. Когда компании учитывают разнообразный график работы своих клиентов, это признак ориентации на клиента. В самом деле, это беспроигрышная ситуация, которая выгодна как магазину, так и его покупателям. Благодаря четкому и постоянному графику работы магазин создает положительные впечатления от покупок для всех. Спасибо, что поделились своими мыслями. Знание часов работы магазина обязательно пригодится. Добро пожаловать. Было приятно обсудить важность часов работы и их влияние на удовлетворенность клиентов. Совершенно верно. Давайте максимально используем наше время и насладимся прогулкой по магазинам в удобное для них время работы. До следующего раза. Урок 15. Съемка эстетических домашних фотографий. Привет, Анна. Вы когда-нибудь пробовали делать эстетические домашние фотографии? Это может быть творческий способ продемонстрировать красоту наших жилых помещений. Привет. Безусловно, эстетичные фотографии домов позволяют нам оценить уникальные элементы и дизайн наших домов. Это все равно, что превратить наше повседневное окружение в искусство. Используя правильные углы и освещение, мы можем создавать потрясающие визуальные эффекты. Я полностью согласен. Домашняя фотография позволяет нам исследовать разные точки зрения и выделить детали, которые делают наше пространство особенным. Это также отличная возможность попрактиковаться в своих фотографических навыках и поэкспериментировать с различными техниками. Определенно. Мы можем экспериментировать с композицией, использовать естественное освещение и даже экспериментировать с редактированием, чтобы улучшить настроение фотографий. Именно так. Удивительно, как простая фотография может вызвать эмоции и рассказать историю о наших домах. И самое приятное то, что нам не нужно модное оборудование. Наши смартфоны также могут снимать красивые изображения. Это правда. Все дело в том, чтобы найти красоту в обычном и запечатлеть ее визуально привлекательным способом. Кроме того, эстетичные домашние фотографии побуждают нас убирать беспорядок и оформлять пространство более визуально привлекательным образом. Это все равно, что преобразить наши дома в мини-стиле. Мы внимательнее относимся к эстетике и стремимся создавать гармоничные композиции. Совершенно верно. Это возможность оценить мельчайшие детали и найти красоту в самых простых предметах. Домашняя фотография также может послужить источником вдохновения для дизайна интерьера и помочь нам найти новые способы оформления помещений. Отличное замечание. Мы можем собирать идеи и создавать доски настроения на основе сделанных фотографий. Это творческий процесс, который позволяет нам выразить себя и поделиться своими уникальными взглядами с другими. А в современную цифровую эпоху публикация наших эстетических домашних фотографий в социальных сетях может вдохновить и наладить связь с другими, кто ценит ту же эстетику. Определенно. Это способ создать сообщество единомышленников и принять участие в дискуссиях о дизайне дома и фотографии. Удивительно, как фотография преодолевает языковые барьеры и позволяет нам общаться визуально. Совершенно верно. Эстетическая домашняя фотография открывает новые возможности для самовыражения и способствует более глубокому пониманию нашего жилого пространства. Спасибо, что поделились своими мыслями. Мне не терпится начать делать эстетичные домашние фотографии и исследовать творческие возможности. Добро пожаловать. Уверена, вы создадите потрясающие изображения, которые прекрасно продемонстрируют уникальность вашего дома. Получайте удовольствие от процесса. Спасибо. Давайте вместе отправимся в это творческое путешествие и вдохновим друг друга нашими эстетическими домашними фотографиями. До новых встреч. До следующего раза. Берегите себя и получайте удовольствие, запечатлевая красоту своего дома с помощью фотографии. Урок 16. Силовые тренировки для фитнеса. Привет, Анна. Вы когда-нибудь думали о том, чтобы включить силовые тренировки в свою фитнес-программу? Привет. Да, на самом деле это моя следующая цель в фитнесе. Я слышала, что силовые тренировки приносят множество преимуществ для здоровья и физической формы в целом. Абсолютно. Силовые тренировки помогают нарастить мышечную массу, повысить плотность костей и улучшить обмен веществ. Он также отлично подходит для повышения функциональной силы и производительности в повседневной деятельности. Определенно. Будь то поднятие тяжестей или использование силовых лент, силовые тренировки позволяют нам бросать вызов своему телу и со временем прогрессировать. Кроме того, это может помочь предотвратить травмы, укрепляя мышцы и улучшая стабильность суставов. Это правда. Включение силовых тренировок в наш фитнес-режим обеспечивает всесторонний подход к общему здоровью и физической форме. Мне не терпится начать. Есть ли у вас какие-либо советы новичкам, которые хотят включить силовые тренировки в свой распорядок дня? Совершенно верно. Начните с более легких гирь или резисторов и сосредоточьтесь на правильной форме и технике. Отличное замечание. Важно отдавать предпочтение хорошей форме, чтобы избежать травм и максимизировать эффективность каждого упражнения. Постепенно увеличивайте вес или интенсивность по мере того, как вы почувствуете себя более комфортно и будете наращивать силу. Я учту это. Последовательность – это ключ к успеху. Верно. Как часто мы должны включать силовые тренировки в свой распорядок дня? Это зависит от наших целей и расписания в фитнесе, но хорошей отправной точкой является проведение как минимум двух-трех тренировок в неделю. Звучит вполне управляемо. Я обязательно включу эти занятия в свой еженедельный распорядок дня. Идеальный. И не забудьте дать мышцам время на восстановление и адаптацию между тренировками. Отдых и восстановление также важны, как и сама тренировка. Это дает нашему телу возможность восстановиться и стать сильнее. Совершенно верно. Прислушивайтесь к своему телу и обращайте внимание на любые признаки усталости или дискомфорта. Я так и сделаю. Все дело в том, чтобы найти баланс между собой и заботой о своем теле. Это правильный образ мышления. И помните, что прогресс не происходит в одночасье. Наберитесь терпения и празднуйте небольшие победы на этом пути. Спасибо за совет. Мне не терпится отправиться в новое фитнес-путешествие и увидеть позитивные изменения в моей силе и общей физической форме. Добро пожаловать. Не сомневаюсь, что вы преуспеете в силовых тренировках. Сохраняйте мотивацию и продолжайте стремиться к новым высотам. До следующего раза. Удачи вам в силовых тренировках. Получайте удовольствие от процесса и используйте в себе силы. Урок 17. Смена одежды и экологичная мода. Привет, Анна. Я тут подумала, разве не было бы здорово организовать обмен одеждой с друзьями. Привет. На самом деле это фантастическая идея. Это будет не только интересно, но и отличный способ продвигать экологичную моду. Совершенно верно. Меняя одежду, мы можем продлить срок службы нашей одежды и сократить количество текстильных отходов. От этой ситуации выигрывают все. Мы можем обновить свой гардероб, не внося свой вклад в негативное воздействие быстрой моды на окружающую среду. Кроме того, это возможность открыть для себя новые стили и поэкспериментировать с разными образами, не тратя целое состояние. Определенно. Мода не обязательно должна заключаться в постоянной покупке новинок. Речь может идти о творчестве, самовыражении и осознанном выборе. Я полностью согласен. Итак, как нам организовать обмен одеждой? Мы можем начать с того, что обратимся к нашим друзьям и пригласим их принять участие. Это может быть веселое и светское мероприятие. Отличная идея. Мы можем назначить дату, создать тему, если захотим, и попросить всех принести поношенную одежду, которую они больше не носят. Мы также можем предложить нашим друзьям взять с собой аксессуары, обувь и даже неоткрытые косметические товары, которыми они больше не пользуются. Совершенно верно. Чем больше разнообразия, тем лучше. Это будет похоже на покупки в наших собственных шкафах. Как только все приедут, мы сможем обустроить разные зоны для разных типов одежды и создать систему обмена. Звучит справедливо. Это гарантирует каждому шанс найти новые сокровища. На протяжении всего мероприятия мы также можем поделиться советами об устойчивой моде и важности сокращения текстильных отходов. Это отличная возможность рассказать нашим друзьям о воздействии индустрии моды на окружающую среду и вдохновить их на более осознанный выбор. Определенно. Организуя обмен одеждой, мы сможем создать чувство общности и совместно работать над более устойчивым будущим. И кто знает, возможно, мы откроем для себя скрытые сокровища и влюбимся в новые для нас изделия. В этом вся прелесть. Это добавляет азарта и приключений в процесс обновления нашего гардероба. Я с нетерпением жду возможности организовать обмен одеждой и увидеть, как это может оказать положительное влияние. Пришло время перейти на экологичную моду. Совершенно верно. Давайте распространим информацию и предложим нашим друзьям присоединиться к нам в этом путешествии по устойчивой моде. Вместе мы можем изменить мир к лучшему. Субтитры создавал DimaTorzok